девочки мальчики привет выехала из дома по делам делаю какие документы вот и хотела в общем я на этой неделе почти ничего не записываю вот вообще ничего ничего и готовлю там пику и все такое решила догнать как-то видео потому что столько наснимали предыдущие дни и поэтому решила что не буду какие-то мелочи снимать вот для того чтобы сократить количество наснятого чтобы догнать до нового года хотя бы чтобы мы с вами встречали новый год нормально а не так чтобы через десять дней с новым годом друзья вот поэтому ничего не снимаю простите поэтому у вас может быть такое что вышло какое-то видео потом коска потом пару видео еще кодка в коска всегда снимаем потому что коска всегда что-нибудь интересное находим покупаем вот и коска я уже сама не могу не могу не снимать потому что потом сама и иногда в эти видео завожу что-нибудь смотрю если мне что-то надо из коска или сверяю цены или еще что-нибудь вот поэтому уж простите если будет такой набор контента странного но это я пытаюсь нагнать десяти где-то по-моему десяти дневный разрыв в реальность пытаясь догнать реальность так что простите пожалуйста если кого-то это смущает меня честно говоря это не смущает но все-таки ставлю вас в известность чтобы вы не удивлялись почему такое происходит я очень стараюсь не снимать но даже вот объяснение решила снять ладно я поехал смотрите как красиво распускаются пионы просто прелесть классно да очень гармонирует с картиной эти тоже по моему тоже начинают раскрываться чуть-чуть красота нам тут от надюши пришла открытка похоже смотрите как она запечатана печатью прям воск воск что это такое да да вот наши друзья из вирджинии у нади кстати говоря есть канал можете там в описании видео моё посмотреть ссылку на него кому интересно живут вирджинии рассказывают про жизнь вирджинии смотрите нарядились все молодцы какие christmas ребят а чё это мы до сих пор не запаковали вот эти наушники надо же их проверить давайте распакуем это я заказывала с вот этого сайта тему не немножко тут все такие блестящие потому что этом игрушки еще были вместе с ними сейчас распакуем и так распаковка цена его напишу здесь видео я не помню сколько они стоят что-то около идти или скольки долларов 5 долларов за наушники это конечно что-то смешное господи еще бы открыть так все я справилась и так это конечно вам не рбот упакованы такой мягкий пластик вот такого не цвета они там разных цветов есть сирененькие такие милашки выглядят они очень похожи на airpods и но вот сами наушники по моему сменные есть под разные ушки или это просто сменные судя по всему просто на 1 сменные вот эти резиночки вот в комплекте две пары резиночек сменных пластик неплохой вы знаете так что еще есть зарядка type-c для чехла естественно он наверно разряжен так они вставляются на зарядку вот так вот характеристики не знаю сколько они там держат но закрываются ну знаете вот конечно нет такого ощущения вау от вот этого всего но очень компактный чехольчик сколько он держит зарядку не знаю но думаю на пару часов должно хватить тут сына китайском английском тоже есть сколько держит зарядку так звук нарисовано как переключать вот так вот по наушнику проводить принимать звонки можно музыка так написано что полтора часа до полной зарядки они заряжаются в режиме проигрывания пять часов работают так и все да ну как-то так пять часов это неплохо я вам скажу сейчас посмотрим подключаются ли они вообще в принципе к моему телефону но это я сделаю отдельно потому что телефон у меня тот к на который я записываю вот в общем такие вот наушники называются они swing plus lenovo lp40 pro есть видимо еще не про сделано в китае вот как-то так не знаю по-моему но из канцеляшина нету ну то есть подавление шумов но это как бы не всегда и надо сейчас проверим как они подключаются ну что в общем я их подключила ничего специального делать не надо просто вставляешь наушники в уши и они сами по bluetooth увидим этом подключаются без всяких вообще настроек без ничего не знаю как звук записывается сейчас наверное нормально ну слышно в них хорошо нет конечно какого-то такого супер объемного звука как вот в моих airpods ах но вполне себе жить можно за такие деньги мне кажется вполне себе хороший вариант наушников так ребят я перед школой решил заехать в трейдер у меня кончились яйца прям в ноль поэтому нужны яйца а еще я все-таки решила выбрать себе декабриз маленький потом уже вырастет и разрастется его перед уже побольше горшок сейчас только подумаю какой взять 5 долларов стоит и тут все одинаковые цветы или разные есть такие фиолетные сиреневые или как они называются да а есть по моему красненькие через какой не подберу подберу вот такой вот взяла мне кажется должен вырасти неплохим все хотела посмотреть появился ли хэш браун прошлый раз их не было вот он есть возьму стоят они 2.49 вот эти вот и жарить на сковородке надо а еще дети просили вот этот десерт купить в смысле мороженое вот это еще раз я думаю одного наверное хватит прошла схватила мороженое стоит 349 вот такое здесь не знаю сколько 473 миллилитра шоколадные гранолы интересные есть что-то не вижу то ли опять куда-то закончилась но них даже видите нету вывески на нее верную нету максу давно уже не брала потому что нету дефицит так ладно яйца возьмем и побежала у меня уже надо ехать с детьми так яйца стоит 3 доллара за 12 штук сейчас я посмотрю чтобы они все целенькие были вроде нормальные а то вкуска не было вот еще что возьму сметану альтернативную из какого она сделана молока из кокосового что юра такой обычную не ест но вот хотя бы какая-то чтобы у него была сметана она стоит 379 ребятки побежала я давайте ребята посмотрим какой там горшок ну конечно там горшок фиговый я вам скажу ничем не помню где-то есть горшок побольше я его наверное честно немножко поживет у нас я его пересажу потому что мне кажется ему тут совсем не очень сижу вот видите обновляю систему в надежде на то что все будет хорошо а то знаете иногда бывает обновляю что-нибудь а потом какое-нибудь приложение важно не работает надеюсь мой final cut выживет верю иначе влогов нам не видать еще 11 минут мучений ребята знаете что хотелось делать поделиться честным отзывом после ну нескольких месяцев использования вот этих контейнеров вот с такими вот крышками помните вот мы покупали в козко контейнеры у которых есть вот вот здесь вот такие дырочки для того чтобы можно было в таком положении так открыть крышку и греть микроволновке в контейнере еду так вот хорошие контейнеры в плане того что никакие цвета не впитывают все прекрасно но у меня вчера случилась беда с одним из с одной из крышек в общем я пыталась открыть ну естественно вот так открыла пыталась открыть просто крышку снять крышку с контейнера она настолько плотно присасывается к поверхности вот этого пластика эта крышка за счет вот этой вот резинки что просто невозможно ее снять и вот смотрите отломился краешек крышки ну естественно как вот открывать вот эту штуку тянешь вот за нее пытаешься открыть причем я пыталась открыть по чуть-чуть вот так вот поднимала каждый краешек потому что настолько она плотно села вот и причем знаете в ней был просто салат то есть это не грелось ничего не просто в холодильнике стоял вот недоеденный салат вот в этом контейнере то есть никакого нагрева не происходило никакого экстремального переохлаждения то есть это не морозилка там ничего то такое ну в общем говоря вот вот такой вот опыт то есть вот эти вот ну как бы они хорошие герметичные вот эти резинки создают герметичность но при этом вот как бы пластик не выдерживает вот но я решила поделиться честным опытом потому что многие там тоже потом в коско покупают что-то по нашей рекомендации ну хотя это просто личный как бы наш выбор что купить что не покупать но вот такая беда случилась вот с этим контейнером причем у меня уже не первый раз они так застревают эти крышки вот так что вот имейте в виду но до этого ничего не ломалась вот здесь вот сломалась вкусненький юра тут уже попробовал blue diamond орехи орехи они короче говоря каких-то специях и чесноке в траве конопля слушаю какие они чесночные оливковое масло еще вкуса слушаем это орех вообще не чувствуется чеснок по моему все перебивает да мы сейчас обед они фаршированные фаршированные сыром крем-чизом чесно селедочку вот с этим вот максим тоже сок пьет я хочу еще оливки оливки давай у нас практически итальянский обед будет ну исключая селедочку ребята вот эти перчики стрейдера просто божественные они такие немножко сладенькие сами по себе перцы вот и из них крем-чиз очень вкусный он в масле по моему в оливковом очень вкусно сейчас еще после рыбки попробуем чизкейки смотрите как они выглядят их надо наверное они тоже здесь в пленке расковыривать эти шоколадные эти обычно эти наверно клубничные или какие они вишневые какие они а клубничные до шоколад сверл вот сверл вот эта штучка максим нет нет давайте с краешка давай максим шоколадный раскуси его покажи чуть-чуть алёша тут еще этот наш наш барон ходит в красном халате тебе понравилось вкусно ты откусил на 3 шоколада похоже серьезно он сильно сладкий он вы он замороженный вкусный я им правда хочется запить но вы знаете не прям такой дико сладкий он сладкий но мне кажется в меру похоже на мороженое на замороженные сырки похоже творожные что происходит это вы прикрутили не страшно страшно не она классно вообще как скала надежно как скала а вы прыгали на ней висели оба вместе ну вы же как раз 25 килограмм весим вместе 25 она выдержит 25 мы проверили так подожди понятно вот нам в этом вообще там 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 Продолжение следует...